Воровство Воровство Присваивают чужие земли и жилье, воруют государственную собственность, берут взятки, обманным путем отбирают у людей деньги в игровых залах и казино, распространяют фальшивые деньги и используют многие другие пути присвоения имущества, запрещенные шариатом. За все это человек будет в ответе перед Аллахом в судный день. Воровать чужое имущество – деяние, не подобающее человеку и недостойное его, даже если он неверующий. Человек, имеющий хоть немного совести и разума, не позарится на чужое имущество. В основе ислама лежит призыв к хорошему нраву и предостережении от плохих черт характера. Поэтому наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, взял присягу у тех, кто принимал ислам, что они не будут поклоняться идолам, заниматься прелюбодеянием, воровством и клеветой. Некоторые находят оправдание своим преступлениям, воровству и грабежу, говоря, что они присваивают имущество неверных. Это запрещено в исламе. Еще с малых лет некоторые дети начинают заниматься воровством. И в этом, конечно же, виноваты взрослые. Родители должны с самого раннего детства учить собственных детей и подопечных, что воровство – это тяжкий грех, и нельзя приближаться к нему, что нельзя брать чужие вещи без разрешения, будь то игрушки или еще что-либо. Но какими же станут дети, если будут видеть, что взрослые сами воруют? Над этим стоит задуматься. Многие грешники забывают, что судный день непременно настанет, и люди воскреснут из мертвых. Другие надеются чем-нибудь смыть свой грех, но они забывают о предстоящем суровом отчете и о том, что грех воровства Всевышний может простить только тогда, когда вернут пострадавшему все украденное и добьются его прощения. Воровство – это скрытое или насильственное присваивание чего-либо ценного с определенного для него места. Когда кто-либо находит чье-либо утерянное имущество, но и в таком случае его нельзя присваивать, необходимо искать хозяина в течение года, расспрашивать в людных местах, в мечетях, давать объявления о находке. По истечении года, если поиски не дали результата, это имущество можно оставить себе. Но если даже после нескольких лет хозяин объявится, это имущество необходимо ему вернуть. Что же ислам говорит о грехе за воровство? Ислам категорически отвергает любое посягательство на имущество, честь и достоинство другого человека, независимо от того, какую веру он исповедует и к какой классовой или сословной принадлежности относится. О строгости запрета воровства говорит и тот факт, что в Коране за воровство предусмотрено суровое наказание. В нем сказано смысл. «Отрубите руку вору и воровке, засодеянные ими, как примерное наказание от Аллаха». Поистине, Аллах превелик и премудр. Сура Аль-Маида. Аят 37. О строгости запрета воровства говорят и многочисленные хадисы пророка. Приведем некоторые из них. Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказала. Женщина по имени Махзума занималась махинациями и кражей вещей, оставленных у нее под залог. И тут пришли ее родственники, среди которых был и Усама Ибн Зайды. Да будет доволен им Аллах. И стали заступаться, прося пророка Мухаммада отменить приговор. «Усама, как ты можешь просить заступничества в законах Аллаха?» Спросил пророк, саляллаху алейхи вассаляма. И затем встал перед людьми и сказал. «Те народы, которые жили до нас, погибли от того, что прощали воровство знатным людям, а когда крали бедные, отрубали им руки. Клянусь именем того, в чьей власти находится моя душа. Если бы моя дочь Фатима украла, я бы и ей отрубил руку. И приказ отрубить руку Махзумы был исполнен». Нужно отметить, что отрубание руки – это меры, которые применяются в обществе, где действуют шариатские законы, по решению шариатского суда и только после того, как вина будет полностью доказана. Тот, кто отрежет руку другому человеку, по шариату должен выплатить 50 верблюдов по требованию пострадавшего. Если же настолько высоко оцененная шариатом рука украдет у кого-то 1 четвертую часть динара, то эту руку, согласно шариату, отрезают. То есть рука, имеющая цену 50 верблюдов, обесценивается до 1 четвертой части динара, если она тянется к чужой собственности. Таково наказание в мирской жизни. Какова же в судный день кара Всевышнего, предназначенная тем, которые обманным путем отбирают у людей деньги, лишают их домов, машин и нарушают их спокойную жизнь. Шариат высоко ценит и защищает чужое имущество. Некоторые недруги ислама говорят, что отрубание руки – это дико и бесчеловечно. Но, как показывает мировой опыт, только таким законом можно искоренить кражу чужого имущества. Такие меры являются сдерживающим фактором для тех, которые идут на совершение преступления, пренепрягая религиозными и нравственными нормами и запретами. Тот, кто верит в Аллаха и испытывает страх перед ним, не пойдет на воровство. Он знает, что Всевышний его видит, и если даже он избежит правосудия в этом мире, ему не уйти от наказания на том свете. Психологи Ельского университета США, исследуя проблемы воровства, установили, что именно страх перед отрубанием руки доминирует в мозгу преступника и отбивает охоту на чужое имущество. Как-то раз к арабам-кочевникам прибыл посол Англии, и он увидел много денег, оставленных у всех на виду перед домом, и не было рядом человека, который бы присматривал за ними. Удивленный гость спросил хозяина дома, «У вас здесь не бывает воровства?» «Нет, не бывает. У нас вору отрубают руку», ответил хозяин. «Это ведь дикость», — возразил посол. «Скажи честно, а сколько воров у вас в стране за день предстают перед судом? «Минимум человек пятьдесят, а у нас за сорок-пятьдесят лет только один раз пришлось отрубить руку за воровство», — ответил араб. «Это значит, что ислам смог довести до людей, что воровство — это стыдно и позорно. Ислам смог искоренить это зло. Всем хорошо известно, что чужое имущество крайне соблазнительно. Присвоение чужого имущества запрещено, независимо от того, мусульмане его владельцы или нет. Кто занимается разбоями и грабежами, забирая силы имущества чужих, навлекает на себя гнев Аллаха. Всевышний отвечает на мольбу притесненного, если даже он будет неверующим. Отнятые силы имущества другого человека необходимо вернуть его хозяину и следует выплатить выкуп за использование этого имущества. Если это имущество было испорчено, то нужно возместить ему подобное же, если есть такая возможность. Если нет схожего, то должен выплачивать самую большую ее стоимость со дня лишения до дня порчи имущества». Пророк Мухаммад, саляллаху алейхи вассаляма, сказал, «Четырем категориям людей предназначены сильные муки в аду, из-за которых вред будет и обитателям ада. Обитатели ада будут спрашивать друг друга, за что наказывают этих людей. Они наносят нам вред, вдобавок к тому, что мы имеем. Один из них будет человек, который умер, не вернув чужое имущество». Аль-Баззар передал такой хадис. «Воистину, нет религии у того, кто не возвращает данную ему на хранение вещь, и не примутся у такого человека молитва и закат. Если кто-то получает имущество запретным путем, а потом надевает одежду, купленную на эти деньги, то молитва его не будет приниматься, пока он не снимет ее». Всевышний не принимает богослужения, совершенные в одежде, если хотя бы часть стоимости ее добыта недозволенным путем. От того, кто покупает одежду за 10 дирхемов, и один дирхам из них приобретен недозволенным путем, Аллах не примет его намаз в этой одежде. Хадис, переданный от Термези, гласит, «Первым делом в судный день раба спросят о четырех вещах, о годах его жизни, на что он их потратил, о молодости, как он провел ее, об имуществе, откуда он получил его и на что потратил, и о знаниях, что он сделал с ними». Уважаемые братья и сестры, мы знаем, каким большим грехом является нанесение вреда человеку и его телу. Представьте себе, каким же большим грехом должно быть воровство, что из-за него предписывается отрубать человеческую руку. Не забывайте, что такой же грех, как и ворам, на сегодняшний день записывается и тем представителям власти, банкирам и другим деятелям, которые вовремя не выдают пенсию или заработную плату беднякам, пенсионерам или детям, а сами наживаются на этом. Да поможет нам всем Аллах уберечься от соблазна претендовать на чужое и искренне раскаяться в грехах. Воистину Он, прощающий и принимающий покаяние. КОНЕЦ КОНЕЦ